Знакомая тема, не были и не надо. Пусть обычные потертые дырявые американские джинсы носят эти, толерантные сторонники западных ценностей. Компания Великоросс представляет коллекцию русских джинсов и слаксов из плотного стопроцентного премиального хлопка. Высокое качество ткани и безопасные красители, современные лекала и безупречный пошив гарантируют прекрасную функциональность и долгий срок службы. Прочная молния UKK точно не заест и не разойдется в ответственный момент, а металлическая брендовая фурнитура придаст вашему образу нотки неповторимого русского стиля. В магазине Великоросс сейчас действует беспрецедентная акция. Получи скидку от настоящего русского бренда Великоросс при покупке от 5000 рублей скидка 5%, а с каждой 1000 рублей скидка увеличивается на 1%, вплоть до 20%. Переходите в магазин Великоросс по ссылке в описании. Летом 2021 года в Амурской области на Транссибирской магистрали в сложных горно-геологических условиях стартовало строительство нового Керакского тоннеля, который после ввода в эксплуатацию станет номер один по протяженности среди аналогичных сооружений на Забайкальской железной дороге. Сегодня самым длинным 910 метров остается одноименный объект, расположенный примерно в 20 метрах от строящегося. Его открывали на перегоне Уль-Ручьи-Кавали в начале 20-го столетия. Однако последний раз капитальная реконструкция проводилась в 1935 году. За десятилетия он обветшал, отделка стала осыпаться, а вода просачиваться внутрь, из-за чего объект перестал отвечать современным требованиям безопасности. В 2010 году его признали аварийным. Сегодня составы вынуждены снижать скорость, проходя по тоннелю. К тому же и его конструктивные особенности уже не соответствуют возросшим объемам перевозок по этому направлению. В 2014 году РЖД сообщило, что планирует построить новое сооружение в течение ближайших трех лет, однако сроки впоследствии перенесли. В августе 2020 года в старом тоннеле усилиями 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники в течение трех дней произвели глубокую отчистку щебеночного балласта и уложили новую рельсошпальную решетку. Однако полноценный капремонт планируется провести уже после ввода в эксплуатацию нового объекта. Нынешний будет использоваться, в частности, во время проведения плановых работ в соседнем туннеле. Новое сооружение, которое окажется на 16 метров длиннее действующего, 926 метров, позволит существенно увеличить пропускную способность на данном участке Забайкальской железной дороги. Сегодня на объекте трудится свыше 400 человек. Уже пройдено около 40%. Вынуто 80 тысяч кубических метров скальной породы. Проходка осуществляется одновременно с двух порталов в кругосуточном режиме. С одной стороны, буро-взрывным способом, с другой – экскаватором. Такое решение обусловлено различным составом горной породы. После того, как туннель будет пробит, ориентировочно к концу лета 2022 года, предстоит сооружение железнобетонной отделки, монтаж коммуникаций, укладка путей и электрификация. Параллельно построят сопутствующую инфраструктуру, включая здания для охраны и обслуживающего персонала. Ожидается, что проект реализуется к началу 2024 года, хотя еще несколько месяцев назад сроком окончания назывался 25-й. Благодаря тому, что работы идут с опережением графика, новую дорогу через горный хребет откроют раньше первоначально заявленных сроков. Сооружение примечательно еще и тем, что станет одним из трех подобных объектов РЖД в России, имеющих сразу два железнодорожных пути. В роли подрядчика выступает АО «Бамстроймеханизация». За последние 40 лет компания реализовала десятки дорожных проектов на Дальнем Востоке, в Сибири и других частях страны. Друзья, из-за последних событий с Ютубом рекомендуем вам подписаться на наш канал на Рутубе. Там мы сейчас публикуем все наши видео. Также в нашей группе ВКонтакте и канале в Телеграм мы публикуем то, что тут запрещено. Подписывайтесь на них тоже, там очень много интересного. Уверен, вам понравится. Ссылки в описании под видео. Ссылки в описании под видео.